Доброе утро, в эфире новости. С вами Анастасия Борисова. И вот главное к этому часу. Алтайская делегация во главе с Виктором Томенко примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Какие задачи намерены решить? Три миллиона россиян смогут бесплатно обучиться по программе непрерывного образования. Что это такое? Как это направление развивают в нашем регионе? Бийские школьницы заставили девушку пить из лужи. Видеокадры попали в сеть. Какие меры приняты в отношении обидчиц? Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко сегодня и завтра принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Рабочая программа будет насыщенной. Сегодня запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с компанией БТК «Холдинг» и предприятием «Меланджист Алтая». Правительство региона также подпишет соглашение Сибирской генерирующей компании и ДОП-соглашение с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. Реализацию нацпроектов обсудят на заседании консультативной комиссии Госсовета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Завтра состоятся деловые встречи с руководителем группы Черкизова Сергеем Михайловым и представителями Германо-Российской внешнеторговой палаты. В пленарном заседании форума примет участие президент России Владимир Путин. И продолжаем выпуск. 3 миллиарда рублей правительство России направит на гранты для вузов. Средства пойдут на развитие программы непрерывного образования. А значит, 3 миллиона человек смогут учиться по этим направлениям абсолютно бесплатно. Это часть нацпроекта «Новые возможности для каждого», который входит в нацпроект «Образование». К 2024 году не меньше 15 миллионов человек получат возможность выстраивать собственную образовательную траекторию в любом возрасте и в любое время. За счет федеральных грантов подготовят 30 тысяч педагогов. Проект предполагает создание библиотеки сервисов с информацией о программах непрерывного профобразования в вузах. Он предполагает создание огромной такой базы различных образовательных программ, которые можно пройти в том числе дистанционно. Именно под эту задачу формирование новых востребованных на рынке дистанционных образовательных программ и будет распределено 3 миллиарда рублей среди вузов. Мы уверены, что и вузы Алтайского края образовательные программы, которые реализуются в наших университетах, также получат поддержку федерального центра. В университетах Алтайского края уже работают больше 500 программ непрерывного образования. По этим направлениям обучаются 2500 человек. В конкурсе на получение гранта смогут участвовать все вузы, кроме казенных. Претендовать на грант может учебное заведение, у которого нет финансовых задолженностей. Об остальных критериях отбора станет известно в ближайшее время. О начале конкурса Министерство науки и высшего образования объявят на своем официальном сайте. Будущее Барнаульского аэропорта обсуждают в эти минуты парламентарии. Аэровокзал собираются реконструировать в ближайшие два года. На месте работает наш корреспондент Евгения Князева. Она с нами на прямой связи и готова рассказать все подробности. Евгения, доброе утро. Вы в эфире. Да, здравствуйте, Анастасия. Я хочу сказать, что на самом деле необходимость в реконструкции аэропорта назрела уже очень давно. Дело в том, что за последние несколько лет численность пассажиров увеличилась с 300 тысяч до 500. И получилось так, что со временем пассажиры двух рейсов, а это примерно около 300 человек, вынуждены едиться на площади около 400 квадратных метров. Это, конечно, мало, и такие условия не позволяют Барнаульскому аэропорту качественно оказывать пассажирам услуги. Новое же здание будет соответствовать всем современным стандартам. Дело в том, что старое помещение будет предназначено для международного сообщения, но зато рядом, буквально справа, появится новое здание. Оно будет площадью 8 тысяч квадратных метров. И для этого каждый год в порядок приводят влетно-посадочную полосу. Например, в прошлом году в порядок привели 450 метров в длину и 330 метров в ширину взлетно-посадочную полосу. Также каждый год планируется ремонт взлетно-посадочной полосы на 1,6. Таким образом, полностью в порядок приведут взлетно-посадочную полосу к 2023 году. Анастасия, пока что у меня вся информация к данной минуте, в связи с чем я передаю слово вам в студию. Евгения, спасибо, а я продолжу выпуск. Новый способ решения споров по ОСАГО, регистрации тюнинга и новый вид завещания. Как изменилась жизнь россиян в июне, расскажем далее. Теперь споры по ОСАГО можно будет разрешить с помощью финансового омбудсмена. Он будет рассматривать споры по выплатам на сумму до полумиллиона рублей. Если потребитель недоволен, например, размером выплаты, назначенной страховщиком, он сможет обратиться к омбудсмену перед подачей иска в суд. Услуги омбудсмена бесплатные. Он обязан рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней. Его решение обязательно к исполнению, но может быть оспорено в суде. В июне вступил в силу закон, который расширил возможности россиян распоряжаться своим имуществом после смерти. Во-первых, супруги могут теперь составлять совместное завещание. Оно определит, какое имущество кому и в какой последовательности перейдет в случае их смерти. При разводе такое завещание утратит силу и перестанет действовать. Также каждый супруг в любой момент может поменять свое решение и выйти из завещания. Тогда он должен будет сообщить об этом жене или мужу, а нотариус проследит за этим. И еще одно нововведение июня. Автотюнинг нужно будет регистрировать по новым правилам. Теперь, чтобы начать модернизацию машины, россияне должны будут получить разрешение в госавтоинспекции. Для этого нужно будет представить целый список документов, среди которых предварительное заключение технической экспертизы. Получить его можно будет в испытательной лаборатории. Чаще всего, по данным СМИ, российские автомобилисты меняют двигатели, переводят их на газовое топливо, а также ставят в фаркопы для перевозки прицепов. А сейчас оперативная информация. Бийские школьницы заставили девушку пить из лужи. Весь процесс издевательства снимался на телефон, видео попало в сеть. По предварительной версии, две школьницы из Бийска заставили пить девочку из лужи из-за мальчика. Причиной стало то, что пострадавшие вместе с бойфрендом одной из обидчес были замечены вместе на одной из вечеринок. В итоге пострадавшая была поставлена перед выбором, пьешь воду из лужи или будешь жестоко избита. Девочка выбрала первый вариант. Ситуацию прокомментировал полномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева. Пострадавшая девушка находится под наблюдением медиков. Кроме того, подростку будет оказана психологическая помощь. Девушки, допустившие унижение достоинства своей знакомой, не состояли на профилактическом учете в органах системы профилактики. Хорошо закончили учебный год, характеризовались положительно. Совместно с председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Бийска проработан план дальнейших действий. С девушками уже проводится ведомственная индивидуальная профилактическая работа специалистами системы образования и сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних. Готовится предложение по разработке межведомственной воспитательной работы. В данном случае целесообразно применять восстановительные технологии, которые получили широкое распространение в регионе. Сегодня телеканал «Катунь-24» отмечает десятилетие. Десять лет назад аудиторию канала составляло всего 600 тысяч человек. Сегодня 70% жителей края видят программы «Катунь-24». Также канал смотрит и в других регионах абоненты спутникового пакета телекарта. Эта аудитория превышает 3 миллиона человек. Телеканал «Катунь-24» создавался в то время, когда стало понятно. Жители региона хотят смотреть новости о том, что происходит рядом с ними. А федеральные каналы удовлетворить эту потребность не в состоянии. Сегодня «Катунь-24» производит полноценную телевизионную линейку, новостные программы, выпуски утреннего канала, программы о политике и экономике, детские телепередачи. В ноябре телеканал начнет вещание в мультиплексе на канале ОТР. Кто не учил стихи Пушкина в школе, и кому перед сном мама не читала его сказок? Всем известны и меня, и знаменитого поэта, и подробности гибели классика. Сегодня во всем мире отмечают день рождения Александра Пушкина и день русского языка. Интересные факты о поэте в сюжете Елизаветы Коневой. О том, что Пушкин занимался боксом, мало кому известно, пожалуй, только пушкинистам. А ведь он был первым в России, кто выписывал книги из Англии по этому виду спорта. Высокий цилиндр поэта позволял Пушкину при росте 167 сантиметров казаться визуально выше. Он его всегда надевал при встрече с супругой Гончаровой, которая была выше него на целых 10 сантиметров. Пушкин никогда не расставался со своей тростью. С помощью нее он тренировал меткость и твердость руки. Спросите, как? Вес трости составлял 16 килограммов. Как вы думаете, в скольких дуэлях принимал участие Александр Сергеевич? Правильный ответ – 29. А сколько раз стрелял первым? Ни одного. А если ему и приходилось стрелять, то он специально промахивался. В России более 100 памятников великому поэту. Первые поставили спустя 25 лет после роковой дуэли. В Барнауле же памятник возвели на 200-летие. Классика. Елизавета Конева, Михаил Лифуншан. Новости. Время традиционного шашлычного сезона. Как не омрачить свой отдых на природе и не нарваться на штраф во время пикника. Смотрите далее. Лето – время традиционных вылазок на природу. Но перед пикником нужно проверить, где и как готовить мясо на мангале, чтобы не нарушить закон. В федеральном законодательстве нет прямых указаний, где можно, а где нельзя жарить шашлыки. Термина «мангал» также нет. Есть лишь общие запреты, касающиеся разведения костров. В частности, разводить любой огонь в лесу запрещается в период высокой пожароопасности. Обычно в это время налагается запрет на посещение леса. Но и в другие дни необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается разводить костры в местах, где есть хвойный молодняк, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Если все эти нарушения совершены в лесопарком «Зеленом поясе», это как раз вот близлежащие леса в черте города Барнаула, излюбленное место граждан для пикников, там уже значительно возрастают штрафы. Сумма награждена 4 до 5 тысяч рублей. Идеальный вариант – воспользоваться уже подготовленными беседками, которые в целях пожарной безопасности создают сами лесоводы именно в тех местах, где чаще всего останавливаются на отдых. Такие беседки можно встретить и в Барнауле, вдоль летночного бора. Впрочем, идеальную площадку для шашлыка можно организовать и самостоятельно. Главное – правильно подготовить место для мангала или костра. Самостоятельно, если куда-то на природу выезжаете, если позволяют условия, то природные опять же, надо до минерального слоя убрать всю подстилку, то есть горючие материалы в радиусе двух метров, в зависимости от того, если вы с мангалом работаете, то хватит двух метров. Если вы с костром работаете, то вокруг кострища у вас должна быть минполоса тоже, ну, хотя бы в радиусе полутора-двух метров. Просто очищаем территорию от травы и веток, то есть всего того, что горит, и обязательно держим рядом емкость с водой. Удачных выходных, и пусть ваш отдых ничего не омрачает. Константин Ганов, новости. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем официальном сайте katun24.ru. С вами была Анастасия Борисова. Не переключайтесь. Продолжение следует...